Самолеты, чемоданы и приятные минуты ожидания рейса. Шереметьево – крупнейший аэропорт страны. Он входит в топ-50 самых загруженных аэропортов мира. Ежегодно Шереметьево обслуживает больше 40 миллионов пассажиров. В мае этого года открыли новый терминал «Б». Также на территории Шереметьево запустили уникальный подземный поезд. Впервые в мире тоннели проложили прямо под действующей взлетно-посадочной полосой. Теперь дорога из одного терминала в другой занимает не больше пяти минут. Разумеется, Шереметьево попал в число 45 аэропортов страны, названия которых дополнят именами великих соотечественников. Проект данный называется «Великие имена России». И эти имена станут своеобразным олицетворением побед и достижений нашей страны для нынешнего поколения россиян и для иностранных гостей, прилетающих в Россию. В лонглист от городского округа Химки вошло более 20 имен претендентов, как известных на всю страну, так и имена великих земляков муниципалитета. Среди них авиаконструкторы Андрей Туполев, Семен Лавочкин, Петр Грушин. Я хочу представить Петра Дмитриевича Грушина. Это был академик, дважды герой Советского Союза. Все работы его были использованы и во время войны. Это самолеты, так сказать, совместно с Лавочкиной. Химчанам идея дополнить название аэропорта Шереметьево понравилась. Это отличная идея, это будет более обознавательно. Да, это вполне хорошая идея, мне нравится, потому что это отличный повод дополнить нашу историю. Проект «Великие имена России» состоит из нескольких этапов. Сначала отбор региональных предложений, а после возможность выбрать название для аэропорта будет у каждого россиянина. Голосование пройдет с 8 по 30 ноября на сайте «Великие имена РФ». Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко, Служба новостей.